Александр Кириллов. Закаленные бурей 1. Глава 1. Гимназист. Я проснулся в какой-то казенной палате, пропахшей медицинскими микстурами, из чего сделал гениальное умозаключение о том, что я в больнице. В голове сформировался первый вопрос, и как это меня угораздило сюда попасть. На меня смотрела молоденькая медсестра с очень сочувственным взглядом. Я пристально посмотрел на нее в ответ и задал второй вопрос, кто я? Ты ничего не помнишь, мальчик? Ничего. Какой же я тебе мальчик, девочка? Мне очень много лет. Голосок, которым я это пропищал, действительно был ломким голосом юноши, полностью отличающимся от того командного окрика, к которому я привык. Медсестра куда-то ушла, а я снова предался анализу ситуации. Да что же это такое? Я рай хочу увидеть, а меня все по земле матушки носит. Кто же я теперь? В голове ненавязчиво пробивались отголоски воспоминаний чего-то очень далекого. Масленица. Сколько в этом слове праздника? Народные гуляния. Празднично одетые люди идут по Невскому, в сторону Зимнего дворца. Официанты зазывают гуляющих петербуржцев в блинные трактиры, лоточники с вкусными пирожками и пирожными снуют среди толпы, рекламируя и продавая свой товар. Вот это я, рядом со мной идет приятная женщина, своим видом напоминающая учительницу, рядом с ней мужчина, закрученными вверх усиками, мой отец, который, судя по его имиджу, тоже представитель интеллигенции. Вспоминаю, что он инженер на корабельном заводе. Мы останавливаемся возле гостиного двора. Хочется пройтись по его магазинам, прицениться и купить что-нибудь хорошее. Это очень модный универмаг, там есть качественные, но весьма дорогие отечественные и зарубежные товары. Мимо по дороге проезжает коляска с каким-то важным чиновником. Вдруг раздается взрыв, летят осколки, падают люди, падают мои родители, что-то бьет меня в грудь, отчего становится очень больно. Крики, шум, плач и стоны вокруг. Я теряю сознание. Следующее воспоминание. Операционный стол, мне выдернули пинцетом осколок и что-то шивали, но у меня жар, давление на виски, тяжело стучит сердце, мне плохо и очень больно. Потом меня отвезли в палату, наступила ночь, а еще через несколько часов пришла темнота и гимназиста Алексея Николаевича Семенова не стало. Забрезжил рассвет и глаза открыл уже совсем другой человек. Я уселся на железную койку с куцым матрасом и чистым, хорошо отбеленным постельным бельем, пусть даже просвечивающимся от старости. Осмотрел себя и пришел к неутешительным выводам. Энда. Это не Рио-де-Жанейро. Хотя чем в этом городе было бы лучше товарищу Бендеру, я не понимал. Для начала я осмотрел себя, худощавый, стройный паренек, каких сотни тысяч. Затем поднялся и потопал в туалет. Там я сделал очень важные утренние дела, после которых, подойдя к висящему над раковиной зеркалу, увидел себя во всей красе. Что же, вполне себе интеллигентная, даже аристократическая морда, пардон, лицо с тонкими и правильными чертами. Нос тонкий и ровный, в отличие от всех моих предыдущих жизней, где его исправно искривляли кулаками, в уличных драках или спорте, что есть очень хорошо. Темные волосы, глаза карие, рост примерно 175 сантиметров, что для 17-летнего парня вполне нормально, вытянусь еще. Правда, физически хлипковат. Одним словом нормальный, симпатичный пацан, будущий Казанова и Дон Жуан в одном флаконе, таким жить можно, а мускулатуру накачаю. Вернувшись в палату, где лежало человек 10 больных, увидел хлопотавшую там сестричку. Куда вы пропали? Вам еще нельзя ходить, вам надо лежать. Ложитесь скорее, а то мне достанется, что не уследила. Тут по закону подлости, в палату вошла комиссия врачей, совершающая утренний обход. Суровый дядька, напоминающий Айболита, увидев меня стоящим, с порога зашумел. Юноша, вы почему стоите? Алена, почему разрешаете вставать тяжело больному? Вы будете наказаны. Господин профессор, я только. Мне стало жалко девушку, поэтому я тоже вступил в словесную баталию. Профессор, вы в корне не правы. Лишь благодаря тому, что рядом со мной была Алена, я резко пошел на поправку и практически выздоровел. Я вообще не могу понять, почему я тут лежу и до сих пор не выписан. Что вы такое говорите? Померьте у меня температуру, помажьте чего-нибудь зеленкой и выписывайте, я совсем здоров. Сергей Петрович, обратился он ко второму доктору, моему лечащему врачу с фамилией Череватенко, давайте посмотрим на его рану, а то он действительно с утра слишком бойкий. Врач снял с груди перевязку и вместо зашитой рваной раны все увидели розовый шрам. А где рано? Поразительно. Только вчера зашили, а сегодня лишь шрам, как будто прошло три недели. Этот нонсенс.